приступаем к нашей теме жидкие специи которые я обожаю и вы наверное заметили что все эфиры которые вот я провожу до тематические вот по продуктам я конечно начинаю с тех продуктов которые я люблю сама но то что мне нравится это как правило безопасно эффективно и универсально и так жидкие специи специи вообще почему они так популярны почему они были так популярны во все времена хотя как вы понимаете мы процветаем в той северной стране где специи в общем не так много да ну есть специи конечно весьма я бы сказала специфически уж извините за такую тавтологию хрен горчица редька в общем наши специи но укроп там может быть наши специи весьма весьма сказать такие суровые душица тоже до тимьян да конечно это наши специи но есть специи которые действительно ценились очень дорого и причем известны были гораздо раньше чем принято считать мы считаем что специи в европе появились 16 веке на самом деле гораздо раньше и есть упоминание в исторических источниках что специи были известны давно и причем ценились всегда очень дорого ну вот например кто был в таллине да в городе который я нежно люблю видели что рядом с радушной площадью там за углом есть такой ресторан pepper sack на то есть мешок перца и там висит такой большой мешок и на самом деле за мешок перца можно было в средние века в европе купить хороший каменный дом и это правда почему потому что наши предки были настолько легкомыслены что за мешок перца продавали дом нет думаю что нет они прекрасно понимали что это очень важная тема и прежде всего связано с выживанием со здоровьем чума вообще говоря посещала достаточно регулярно города и в европе россию как бы сказать затрагивала мало на тот момент она была не россии вовсе называлась по-другому на великое тартария если кто знает но на самом деле специи действительно защищали от смерти и это в общем было достаточно серьезно может быть даже во время чумы ну естественно их использовали может быть не каждый день была чума но извините каждый день была дизентерия и описывали специю мускатный орех с которой я вот сегодня начну потому что жидких специях есть мускатный орех и корица и имбирь как вы помните и гвоздика и кардамон и куркума но вот хотела бы выдержки такие про мускатный орех вам рассказать диаскорит описал о нем как о холорене противодизентерийный то есть дизентерии было очень много но вода была в общем не очищена никак и в римской империи он был известен с четвертого века но думаю что раньше потому что на самом деле в средние века была такая даже до средних веков средние века это по моему с 13 до 16 по 16 век если я не историк но так примерно помню была такая хильдегарда бергенская это извините 1100 какие-то годы ну тоже ладно отнесем а к средним векам так вот хильдегарда бергенская на специях писал очень много я чуть позже к ней вернусь но в древности использовали конечно же специи не как скажем прибавка да такая очень симпатичная к пище что в общем было бы логично использовали сугубо как врачебную такую субстанцию врачующую вернее правильно было бы сказать врачующуюся субстанции в виде паст в виде настоев в виде порошков на самом деле это было очень дорого и очень эффективно и не потому что ну как бы сказать люди знали что это эффективно поэтому у них это срабатывал нет эффект плацебо конечно всегда есть но извините эффект плацебо появляется тоже не на пустом месте эффект плацебо нужно еще ну как бы сказать заслужить до некому лекарству которые на него претендует да на такое высокое звание дать лекарство плацебо на самом деле можно конечно излечиться и простой водой если скажем себя убедить что у нее есть полезные свойства причем это происходит достаточно часто собственно говоря плацебо так и начиналось да вот это вот вся история с плацебо ну давайте сейчас все-таки вернемся к в материальный мир и остановимся на специях вот у меня сейчас жидкие специи в моем любимом кофе вот мои жидкие специи вот мой кофе чем кофе мне нельзя у меня действительно ему повышены аномальные прям скажем так реакции гиперчувствительности третьего типа то есть пищевая непереносимостью у меня действительно появляются кишечные очки после приема кофе это правда такие голубые до симптом панды очень называют у детей у взрослых появляется как будто не выспался нет это как раз я выпала кофе у меня так ну я думаю что кишечные очки появляются у вас и кстати подумайте из-за чего они у вас возникают очень часто это из-за кофе но когда я научилась все-таки пользоваться жидкими специями концепция здоровья эти кишечные очки перестали проявляться это не значит что я бью ком много кофе нет все-таки я уважаю свою иммунную систему и если мне нельзя звучит мне не нужно но иногда очень хочется и сегодня для того чтобы продемонстрирую что я все и при кофе он там с такой с кокосовым молоком жидкими специями реология крови не нарушается обезвоживание происходит не так сильно будем так говорить и конечно же мне очень нравится что действие специи понятно работает но мне очень нравится еще и вкус который придает жидкие специи но в основном конечно я думаю о своем здоровье добавляем но вернемся к историческим справкам которым с которыми я хотел бы вас познакомить и так хильдегарда бергенская сейчас я говорю о мускатном орехе который но ты такой серьезный выступает жидких специях хотя как вы помните мускатный орех но он условно ядовит его много нельзя если раньше средние века маленькие терочки висели на поясе у хозяев для того чтобы использовать мускатный орех в напитках исторический факт у меня такая терочка тоже есть и мускатный орех использовали в виде самого ореха и конечно его много не нужно чем хороши специи в том числе и жидкие специи концепции здоровья что надо мало и эффект очень выражен ведь дело в том что в жидких специях концепции здоровья это 30 килограмм специи примерно извините это не межклеточная жидкость то есть это не масло это не выжимки строго говоря из специй это работа с самой клеткой очень интересная технология которую наши же разработали наши ученые и на отжатый так сказать материал да когда уже из специи выжаты межклеточная жидкость да виде там масел и так дальше работают уже с вот с этим жмыхом да то есть самим содержимым клетки это клетка осталась растительная его вскрыть не так легко но если на нее подать давление определенное а потом его резко убирать несколько раз то есть взрывать клетку по сути то можно добиться того что превращается клетка в такой но туман до взвесь то есть мы и взорвали так вот из этой из этого условного тумана можно осадить определенные вещества с помощью смеси инертных газов эта технология очень наукоемкая так скажем мы довольно дорогостоящие но она очень эффективная то есть мы получаем за creme de la creme да как говорят французы то есть сливки сливок то есть то что важно в клетке все таки я хочу вернуться в хильдегард бергенской которая очень уважаю люблю за ее трудами охочусь вообще по всему миру так вот она писала это 1150 год про мускатный орех она писала про него как пропряно сильную обладающую большим теплом и добрым темпераментом открывающие сердце любому и кто ее употребляет тем самым способствует хорошему настроению причем хильдегарда бергенская уж откуда она это знала непонятно потому что китайскими врачами на тот момент связи не было именно они мыслят так как бы сказать как мыслила она интегративно если угодно она считала что любое заболевание связано с эмоцией я например тоже так считаю соответственно выслушав подробно китайских врачей и мне тоже кажется что некие такие психосоматические отсылки всегда есть у болезни так вот она считала что болезни легких связаны с горем и с печалью что абсолютно верно кстати по китайской медицине традиционные тоже по юрведе не знаю не слышал таких упоминаний но в китае абсолютно четко связывают и в тибете абсолютно четко связывает возникновение определенной болезни с определенной эмоцией так вот она лечила заболевание легких очень успешно к ней обращались правители тех того времени и кстати церковное руководство тоже она была аббатисой получала свои сведения ну путем как бы сейчас сказали контактерство но она настолько хорошо эффективно лечила что и вообще никто не трогал и она причислена к лику святых чтобы узнали но она рекомендовала натощак препарат она очень любила порошки с тех пор это уже люблю очень порошки из различных растительных так сказать компонентов колган фенхель мускатный орех и ромашка аптечная причем таким самым основным компонентом в этой смеси был именно мускатный орех и она считала что скрытое горе который может приводить к заболеванию легких как раз именно можно так вылечить собственно говоря и достигал успеха об этом тоже есть исторические упоминания и я бы сказала что горе действительно можно развеять но собственно его можно и усугубить до горе и печаль чтобы у вас заболели так сказать органы респираторные да вас надо напугать и огорчить что собственно мы и наблюдали совсем недавно сравнительно еще память свежа поэтому если вы не хотите постоянно болеть респираторными заболеваниями во первых помните про мускатный орех в составе жидких специй и все-таки избегайте вот таких печали и горести потому что действительно на легкие некие эмоции воздействует негативно и действительно мускатный орех обладает свойствами антидепрессанта это доказано улучшает когнитивные способности человек улучшает его память и об этом вы можете послушать видео которое есть на сайте концепции здоровья в свое время я делала тоже справочки такие немножечко другого плана но касательно специй по каждой специй проходил просто это видео есть на сайте концепции здоровья пожалуйста посмотрите я всегда любовно так сказать собираю сведения и передаю их вам это же боями пользовались и там как раз ну про каждую специю отдельно сейчас я решила остановиться на мускатном орехе потому что он как бы такой вот его свойства мне кажется одни из основополагающих вот в этой в этом так называемом купаже да в этой на на эмульсе и жидких специй но конечно же не только хильдегарда биргинская и мускатным орехом интересовалась но также арабы персы и греки и парацель 16 веке описал его свойства 18 веке был такой врач ашкенази тобиас хакоин и он тоже описал мускатный орех причем замечал что тот решает сексуальные проблемы проблемы бесплодия соответственно и также здоровье полости рта и если вот вы как и я на не любите что кофе или чай на немножечко так скажем зубы да делает не белоснежными то те же жидкие специи прекрасно решает вопрос я добавляю еще на на экстракт черного тмина про которому что мы говорили немножечко копы жидких специй немножечко воды там буквально 50 миллилитров и просто держу этого во рту как бы сказать полоская да ничего страшного если вы это все проглотите ничего страшного не случится и действительно здоровье полости рта конечно вы себя обеспечить этому так для себя берите на карандаш если у вас парадонтиты стоматиты если у вас скажем предстоит имплантация зубов да и или удаление зубов берите на карандаш то что обладает бактерицидными свойствами антибактериальными свойствами противовирусными свойствами и при этом еще и быстрее заживляет то есть регенерирующими свойствами к тому же те же специи в частности мускатный орех использовали как афродизиак на то есть для возбуждения желания но при этом он обладал и успокоительным действием тоже причем мускатный орех можно добавлять в пищу и утром и днем потому что его такое успокоительное действие мягкое накапливается в течение 6-8 часов то есть если вы днем едите мускатный орех который отчасти обладает возбуждающим свойствам то через 6-8 часов он будет способствовать вашему глубокому сну если в средние века добавляли скажем препараты мака да чтобы спать при прям непосредственно перед сном то мускатный орех принимали за 6-8 часов до сна и тоже прекрасно знали что он улучшает сон то есть делает его более глубоким более продуктивным так ну к тому же он стимулятор кровообращения как практически все специи улучшает реологию крови ветрогонным желчегонным обладает эффектом и была такая еще хильдала ель мне очень нравится это начал уже 20 века очень нравится и описание когда написала про тот же мускатный орех она говорила он кстати произрастал на малукских островах сколько я помню португальцы первыми вообще его захватили эти острова и соответственно установили такую монополию продажи мускатного ореха и вот хильдали эль она писала что над теми островами где растет мускатный орех стоит такой аромат что птицы опьяняются во время полет то есть настолько это сильная да это эфиромасличная отчасти до структу культура и соответственно вот так она пахнет но как седатор как успокоительное средство орех начали использовать уже во время римской империи да и дальше уже соответственно стали добавлять в блюда уже в средние века ну это уже история и кстати ценность специй когда мне говорят что ну вот марина николаевна вы говорите что есть там 30 килограмм специи но это же должна стоить тогда эта баночка очень дорого на самом деле вы абсолютно правы она должна стоить но на тысяч 6 так по хорошему она стоит меньше и значительно меньше вы это знаете для того чтобы привлечь к этой к этой субстанции до ваше внимание на нее здорово снизили цену потому что на самом деле она должна стоить гораздо дороже это мой взгляд на вещи и ценность специй до сих пор высока хороших специй хороших специй здесь хорошие специи поэтому вот имейте виду что это еще и такой некий подарок вам от концепции здоровья свое время когда армия вестготов под руководством алариха первого захватила рим они просили выкуп ну дать от римлян уже же варвары на набеги варваров на римную насколько они были варвары я не знаю если они просили не только золото по моему 5000 фунтов золота и 3000 фунтов перца не такие же они были варвары прекрасно понимали что именно ценного можно взять с римской империи в 12 веке в генуи наемным солдатам в год платили 48 золотых монет и при этом еще два насколько я помню фунта специй там был и мускатный орех и корица и гвоздика и имбирь уж там как они стоили я не знаю но тем не менее вот такие исторические сведения есть и наши предки были совсем не просты как нам кажется в 19 20 веках уже начали использовать специи в том числе и мускатный орех конечно тоже для борьбы с расстройством пищеварения не только используя их антибактериальные антивирусные и бактерицидные свойства но их способность усиливать выработку пищеварительных соков это очень важный момент потому что если у нас нормально отходит желчь что в принципе нам не сильно то страшны скажем те же амиобы да дезентерийные те же гельминты и так дальше потому что все специи обладают противопаразитарным действием на паразитов всех мастей то есть у них очень широкий спектр действий и начали уже использовать и тмины и имбирь и кориандр и кардамон и корицу и гвоздику конечно же которые известны своими противопаразитарными действиями именно как такое пищеварительное средство решающие все проблемы от диареи до запора казалось бы да разные вещи тем не менее то есть нормализует пищеварение это одно из самых важных свойств любых специй то есть мы с вами настроены на то чтобы наше пищеварение было в идеальном порядке ну что собственно всем и нужно сто процентов людей у нас страдает так или иначе каким-то расстройством пищеварения уже давно не вижу вообще здоровых людей в этом плане поэтому пожалуйста тоже для себя так поставьте галочку если у вас нужно бороться с холестазом если нужно бороться с запорами если нужно бороться там скажем с изъязвлениями слизистые желудочно-кишечного тракта обратите внимание на специи и здесь нет никакого противоречия что у меня вот скажем рыхлая слизистая или язвы специи могут обострить ситуацию хорошие специи они обладают регенерирующим эффектом важный момент они улучшают выработку собственных пищеварительных соков но при этом они имеют способность восстанавливать слизистую поэтому жидкие специи концепции здоровья всегда использую в любых программах восстановление слизистой кишечника и желудка и ротовой полости так что вот значит я про мускатный орех уже больше говорить не буду хотя ну про каждую специи можно говорить долго я хотел бы еще пару слов от отдельно сказать про гвоздику гвоздика которая используется в производстве жидких специй очень хорошего качества это важный момент китайцы знали что хорошая гвоздика когда ее а это такой засушенный бутон вечно зеленого дерева семейства миртовых гвоздика должна тонуть в воде тогда она хорошая или хотя бы вертикально плавать но не горизонтально плавать на поверхности воды до гвоздика вообще ни о чем поэтому когда вы просто будете выбирать для себя гвоздику как специю пожалуйста положите и воду и посмотрите если она утонет это хорошо если она будет вертикально плавать ну там уж ладно а уж если она будет плана поверхности верните эту гвоздику производителю там продавцу из качества заберите дайте мне более свежий лайфхак от внуков и так гвоздика она на самом деле действительно китайцами очень ценилась они тоже прекрасно понимали ценность специй на они даже верхушку до шляпку гвоздики использую для сладких блюд а вот черешок для маринаду для мяса то есть они еще и разделяли на разные вкусы и соответственно назначение этих специй но и в индии и на цейлоне и и добавляли в жирные блюда потому что естественно улучшает пищеварение все специи и в маринады и кстати совершенно разумно когда мы делаем маринады например для грибов мы добавляем гвоздику тоже потому что гвоздика реально позволяет переваривать многие но скажем так трудно переваримые вещи например грибы у нас грибов достаточно много и это вообще говоря одна из наших ну таких до один из наших видов нашим наш видовая еда вот так говорит и соответственно если вы каким-то образом солите грибы или маринуете их лучше конечно солить чем мариновать но трубчатые грибы ну в общем неплохо и мариновать все-таки в засолку обычно идут пластинчатые гвоздику добавляйте там и там и не бойтесь пожалуйста что гвоздика помешает скажем засолки потому что чем хороши специи они убивают то живое до то что в нас попадать не должно грибки и плесени низшие грибы и патогены патогенных бактерий вот на симбионтов они не оказывают угнетающего действия очень важный момент вот в природе все продумано если у вас патогены скажем сибр да вы не можете побороть синдром избыточного бактериального роста у вас постоянные какие бурления вздутие специи это первое что вообще говоря утихомирит патогенов и в то же время восстановит популяцию хороших семённых бактерий так ну что вам еще такого интересного рассказать про специи в его вообще в корабельных аптечках европейских судов да и не только европейских арабов всегда были специи в наличии и вот хочу сказать про имбирь немножечко он тоже входит в жидкие специи большом количестве имбирь считался не только улучшающим пищеварение только ветрогонным и желчегонным средством но про ветрогонное это средство знали про желчегонное еще тогда мало знать и тем не менее у него такое свойство есть но он еще считался и противоядием тоже и вот если мы будем ну так скажем углубляться да в ту историю современную состояние медицины если мы будем рассматривать медицинами такое ощущение что открывает то что было уже открыто просто красиво называет и объясняет научно то есть превращая медицину в доказательную медицину так вот о действии имбиря на фазы детоксикации печени стало известно в 21 веке и собственно сравнительно недавно и было доказано что в ходе детокса детоксикации вернее добавить правильно говорить ксенобиотиков в печени образуются но достаточно токсические компоненты которые сами по себе могут повреждать клетки печени и их нужно в свою очередь обезвреживать и здесь как раз помогают содержащие в имбире вещества и молекулы которые воздействуют на антиоксидантную систему в частности они являются кофакторами цитохрома p450 и вот соответственно как кофакторы они поступают в первой фазе интоксикации помогая до ей и во второй фазе интоксикации соответственно все специи вообще говоря в этом участвует вещества которые содержатся специй там и микроэлементы и нужны до в жидких специях это все-таки поймите да это 30 килограмм хорошего хороших специй и важно то что в жидких специях содержится именно клеточное содержимое там всегда меньше аллергенов и токсических веществ чем межклеточное пространство и у человека также устроен организм и у нас самое ценное в общем в клетке то есть клетка себя оберегает межклеточное пространство это такой знаете ну как у нас за домом до стоит мусорка ну извините где-то и над держать соответственно межклеточную жидкость можно использовать для каких-то целей ну и естественно растительную не животное но все-таки самое важное содержание всего самого полезного именно в клетке поэтому жидких специях концепции здоровья содержится то что нужно для детоксикации в лучшем качестве в большем количестве вот я хочу на это ваше внимание обратить конечно можно остановиться отдельно и на кону на куркуме и на кардамоне с его оздоровлением дыхательных мочеполовых путей куркума как известный противовоспалительный эффект и и ну как бы неоспорим абсолютно и отдельно даже выделяет куркумин для того чтобы добавлять в бады или создают отдельно бады до с куркумином но мне не нравится честно говоря что там достаточно много разного еще положено чтобы значит соответственно для нас этот бат донести я как-то предпочитаю все-таки природные формы соответственно остановилась на жидких специй и так если мы все это суммируем то какие же действия нам цены у тех же жидких специй конечно же согревающие и ускоряющие обмен веществ успокаивающие действия но в то же время успокаивающие тогда когда нам нужно отдыхать активирующие тогда когда нужно быть бодрствующими снижает давление улучшает реологию крови расскажу вам в связи с этим один из моих таких эпизодов до эмпирического моего опыта как врача у меня была пациентка 49 лет после перенесенного к вида было были проблемы с подъемом давления на год меня никогда не было давление и вот тут появилась кроме всех там неприятностей которые у нее были вдруг еще стали возникать эпизоды подъем давления причем до 160 для нее это было очень мучительно естественно она сдала анализы она посмотрела различные по моему совету естественно реологические показатели в частности монеону часто называют протрамбинное время посмотрела дедимер там были проблемки были проблемки и монеонию было больше единицы сейчас не вспомню около двух по моему насколько я помню но никогда ничего не принимала поэтому никаких антикоагулянтов поэтому мне как не понравилось эти показатели дедимер тоже был завышен и вот мы с ней начали программу она такая дама ну вроде меня ничего принимать не хочет она хочет оздоравливаться природными средствами соответственно пением птиц светом солнца но такая никогда ничего не принимала чем довольно здоровая дама на фоне стресса соответственно свалилась этим к виду так вот мы с ней начали природную программу я и дала изначально черные тмены жидкие специи просто для того чтобы улучшить микроциркуляцию и улучшить реологию крови потому что ну понимаете не надо сразу давить на человека и какие-то ее заставлять как проходить программы если человек никогда этим не занимался никогда ничего не лечил у себя причем счастливый человек молодец так вот мы с из черного тмина и жидких специй и только на этих двух растительных экстрактах она получила прекрасные показатели по мнео и по дедимер вот это было для меня конечно то есть для чистоты эксперимента вообще надо было бы ее уговаривать до чтобы она больше ничего не принимала но она и так сама не принимал но как мы с ней договорились то есть по 5 капель черного тмина 5 капель жидких специй в воду 150 миллилитров хороший правда воды тут еще вода сыграла скорее всего роль кстати не забывайте что ну концепция здоровья есть интересная эталонная вода так тоже для себя поставьте галочку у нее на тот момент была не эталонная вода она пользовалась ионизаторами какими-то корейскими они у нее всегда были и соответственно вот туда добавляла в такую воду обработанную соответственно добавляла жидкие специи черный тмин через сейчас я попробую вспомнить через сколько месяцев мы с ней проводили повторные ну даже двух месяцев не прошло моему месяц с небольшим то ли полтора то ли может чуть больше двух месяцев еще не было то что она ко мне пришла зимой и собственно начале весны да она сдавала она сдавала заново причем не я ее просил позже сдать но она сдала раньше но уже был эффект после полутора месяцев приема то есть это конечно ну поймите меня правильно да я я тоже была сильно удивлена потому что это получается пять капель одного пять капель другого три раза в день это 15 капель в день предположим тех же жидких специй это немного и ну казалось бы да ну как может так значительно улучшится реологии крови фантастика понятно что возможно человек здоровый до изначально но факт есть факт понимаете когда мы имеем когда мы имеем дело с дедимером это всегда но некие и генетические тоже предрасположенность к предрасположенности да так скажем к ухудшению реологии и когда уже симптоматика когда уже на физи на физическом уровне проявилась болезнь то есть в виде но не болезнь это скорее пред болезнь то есть такие эпизодические подъемы артериального давления еще не ставили гипертензию никогда ничем не болела не ходила к врачам особо и вот вот эти подъемы давления мы смогли купировать и улучшить реологии только жидкими специями поэтому пожалуйста себе тоже на заметочку берите ну хорошо какие еще могут быть интересны нам свойства жидких специй конечно же антитоксические да то есть если вы отравились если у вас что-то не так то все-таки специи используйте как противоядие как антидоты я бы даже не побоялась этого слова и как сорбенты отчасти тоже но скорее я бы конечно здесь ставила на их способность улучшать функции печени и искать вот эти самые участие в фазах детоксикации в печень после вирусных заболеваний и во время вирусных заболеваний прекрасно себя проявляют специи жидкие специи в том числе можно не разводя в воде орошать горло да и соответственно миндалины до будет пощипывать ничего страшного прекрасные бактерицидные и антивирусный эффект улучшает конечно когнитивные способности все специи улучшает память проясняет сознание что называется поэтому после инсультов инфарктов тоже я вам очень советую бы и реологию крови улучшить и микроциркуляцию и соответственно и способность нервной системы все-таки восстановлением повышают жидкие специи я уже не говорю о том что если вы видели меня когда-нибудь на выставке да то я там стою стою что-нибудь общаюсь с вами же а потом пью такой специальный коктейльчик я всегда туда добавляю жидкие специи и черный тмин потому что ну добавляющий иногда атака ясности или энергетически это понятно но жидкие специи черный тмин обязательно и если закончились там открытые пакетики атаки ясности которые иногда у нас бывает на выставках концепции здоровья то жидкие специи черного тмина достаточно для того чтобы взбодриться тоже это имейте ввиду если вас например не устраивает что все вокруг пьют энергетики а вы такой правильный и хотите как-то взбодриться и не получается так вот жидкие специи или черный тмин вам в помощь жидкие специи в основном потому что здесь такой широкий спектр действия этих специй корица кстати тоже очень хорошо взбодривает и равно как и куркума равно как кардамон так что имейте это в виду укрепляющие зубы десна мы уже действия сказали патагонные ветрогонные улучшающие свойства кожи все собственно специи является антиоксидантами и обладают антиэйдж эффектом тоже не забывайте об этом можно кстати наносить на кожу проверьте сначала как вы переносите я люблю их действия на кожу противовоспалительные при заболеваниях дыхательных путей мочи половых путей особенно важно тоже это имейте в виду но я хочу рассказать вам еще один случай тоже пациентка как сегодня у меня мужчин я не вспомнила до своих пациентов которые жидкие специи любят хотя есть один который добавляет жидкие специи в алкогольные напитки но это наверное не самый лучший пример поэтому я его опущу но женщина уже за 60 63 64 по моей годы которые мы добавили жидкие специи в ее схему лечения суставов и мои все призывы использовать жидкие специи не не имели успех определенный момент времени до тех пор пока я не рассказала ей представление китайских врачей о работе суставов и о выработке суставной жидкости китайские врачи абсолютно четко знают что слабость системы печени и желчный пузырь может проявляться именно болезнями суставов потому что они считают что именно печень да и и хорошие функции напрямую влияют на функции суставной собственно поверхности суставов в цел возможно тогда мы с вами теперь то знаем что желчные кислоты они вообще говоря принимают участие в составлении если можно так сказать внутри суставной жидкости то есть без хорошей работы печени работ суставов нормально не будет это мы сейчас с вами знаем непонятно откуда знали это например те же китайские врачи ну вот я рассказала ей о так сказать мнение китайских врачей на отсчет тому что она очень доверяет китайской медицине после того как мы с ней освоили несколько приемов пальцевого джей и реально стало лучше и вот мы с ней соответственно работали с печенью тоже естественно то есть с точками канала печени с точками канала желчного пузыря но при этом я просто просила ее это была моя просьба пожалуйста употребляйте жидкие специи нам просто это поможет больше я рекомендовал ей черный тмин тоже потому что его желчегонный эффект самый выраженный но жидкие специи но как бы сказать не то что скрашивать его вкус я бы сказал дополняют вообще говоря эффект у нее были также купаж для суставов позвоночника был обязательно жидкий кремний был микрокристаллический коллаген о котором как-нибудь с вами поговорим подробно и вот собственно и да потому что никаких таблеток я и не выписывала только вот такие природные формы и соответственно сколько месяцев вот она использовала это по моему тоже месяца два-три то есть эффект быстрый понимаете ведь те кто когда-то принимал таблетки скажем хондроитин сульфа да или какой-нибудь там ну различные да не будем уж называть фарм препараты потому что не это не цель нашего сегодняшнего эфира но знают что это долго восстановление хряща идет долго но ведь восстановление хряща возможно только при нахождении в суставе качественной внутри суставной жидкости а вот именно эту задачу решают жидкие специи в том числе ну конечно еще купаж для суставов позвоночника конечно же кремний конечно же источник необходимых молекул да для того чтобы новый коллаген эластин образовывался микрокристаллический коллаген это понятно но жидкие специи здесь работают но как бы как триггер что ли как некий если угодно я сегодня второй раз употребляет слог некий кофактор то есть нечто то что запускает процесс и она тоже долго не могла понять зачем ей специи то есть вот у нее для суставов и позвоночника написано для суставов я принимаю листов как зачем мне жидкие специи и когда я объяснила что нужен обязательно желчегонный эффект выраженный и обязательно гепатопротекторный эффект жидкие специи обладают свойствами защищать печень восстанавливать ее клетки но она меня услышала соответственно прибавила жидкие специи результат был практически мгновенный что собственно нас и поразило болевой синдром ушел практически сразу я потом объясняла для себя и для нее что да это эффект куркумина это эффект корицы который тоже обладает эффектом снижать болевой синдром гвоздики кардамона всего вместе но куркумин может быть на первом месте да как противовоспалительный такой агент но нас просто поразила вот такая такой эффект возможно был суммарный конечно уже все накопилось уже она восстанавливалась и вот жидкие специи он не сразу применила но мне удалось ее договорить уговорить меня действительно мои пациенты мне сложный пациент мне простых не бывает они либо совсем запущенные не знаешь чего начинать либо они совершенно несговорчивые и ко мне приходят тогда когда уже обошли многих 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 врачей в общем многих уже стоит такой знаете направление к психиатру ну у меня всегда так было с моих вот молодых ногтей что называется врачебных ко мне всегда отправляли каких-то сложных пациентов у меня видимо с ними как-то удается договориться и соответственно никакого пациента нельзя убедить в том что это работает если это реально не работает знаете люди конечно доверчивые до бывают но им должно помогать для того чтобы они тебе верили доверяли соответственно им должно помогать если это не помогало бы может быть мы бы не тратили время на то чтобы там скажем донести до вас эту информацию поэтому пожалуйста начинайте если вы никогда не занимались своим пищеварением если что-то не так с желчным если что-то не так с кожи или суставами если вы понимаете что вообще пора что-то делать а не знаете чего начинать начинайте с вот этого маленького флакончика но и естественно с тех прекрасных продуктов концепция здоровья про которых мы уже говорили а сейчас я готова ответить на ваши вопросы в телеграм-канал концепция здоровья пока не поступало никаких вопросов по поводу жидких специй видимо вам и так все понятно что у меня в общем радует с одной стороны но с другой стороны всегда люблю вопросы потому что это говорит о том что вы ну как бы сказать принимаете участие дав в моей деятельности тоже мне бы этого хотелось но вопросы есть в том канале которые мне сегодня так скажем не подвел и меня это очень радует сейчас я на них буду отвечать а вы пока пишите мои хорошие пишите у меня гвоздика старая плавает ну вы знаете в основном конечно у нас продается гвоздика недолжного качества еще можно было в москве купить хорошую гвоздику в этих в индийских лавках и в китайских ресторанах сейчас не в ресторанах а в этих в тоже магазинах но сейчас как-то действительно сложно сложно с этим поэтому я очень доверяю концепции здоровья в этом плане и чувствую что здесь сюда здесь есть такой эффект достаточно выражены но вообще говоря ищите хорошую потому что плохой можно найти всегда хорошую сложно она хотя бы но вертикально чтобы было хоть но чет там был при панкреатите врач запрещает любые специи жидкие специи можно при остром панкреатите холод голод и покой глотать ледяные кубики и как говорится грелочку со льдом на область панкреас это при остром панкреатите при хроническом панкреатите заняться питанием следует как во первых убрать из рациона то что вызывает напряжение панкреас поджелудочной железы и с этим прекрасно справляются специфический тест но для того чтобы вам дальше вообще говоря переваривать если вы просто убрали тяжелые белки коровье молочное уже наконец-то скажем те же там глютен содержащие добавьте жидкие специи что переварить все остальное вот и все потому что на самом деле специи в какой-то острый период да вот у вас острый панкреатит конечно они будут усиливать производство пищеварительных соков и в сока панкреаса тоже панкреас на будем так сока поджелудочной тоже но как только вы вышли из острого периода вам переваривать то надо вы же на таблетках не будете всю жизнь почему при остром панкреатите назначают обязательно пищеварительный фермент все с той же целью чтобы выключить поджелудочную чтобы как-то переварить при этом собственно вы можете использовать также жидкие специи для того чтобы усилить не заменить ферменты а просто выработку своих собственных усилить вот и все так дальше пигментным пятнам можно ли подействовать на пигментные пятна можно подействовать все-таки немножко другим до бальзам с меланином и биоактивная маска которая есть о концепции здоровья мы как-нибудь про них тоже поговорим вообще про косметологическую серию мы поговорим отдельно но внутри для этого бальзам с меланином и биоактивная маска очень хорошие кстати биоактивная маска шикарная вообще моя гвоздика сразу утонула вот вот елена вот поделитесь пожалуйста где вы уберете потому что сейчас редкость хороший гвоздика реально вы как всегда информативно все излагаете когда слышишь хочется все купить ну слушайте ирина я не то что я продажник да я все-таки врач прежде всего но у меня действительно появляется воодушевление когда я вижу хороший продукт вот несмотря на то что рынок этот очень обширный ну столько вы когда не слышали чтобы я например известные но иностранные там какие-нибудь предлагала да вам скажем рассмотреть к приему средства я не очень люблю все это вот напиханное вроде бы полезное законсервированное непонятно как скомпонованное я не понимаю этого не нужно с природой не 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 нужно улучшать природу вот этого точно не надо делать я буквально сегодня хочу написать один пост который будет мое мнение собственно излагать по поводу от природных средств и неприродных на на клетку влияние на клетку немножко забегу вперед и скажу что у каждой молекулы есть собственное вращение ну у нас все мы все из вращения состоим да какие-то там скажем электроны вокруг атомов молекулы вращаются все клетки там излучают что-то и так дальше так вот если молекула имеет вращение иное чем молекулы самой клетки клетка никогда это есть не будет но есть кавычка и все химические формулы как бы грамотно они не были составлены это не природное для клетки это что-то чужеродное которое мы пытаемся в нее запихать будьте очень аккуратны природные средства грамотно поданные грамотно обработанные вот это наше спасение но это мое личное мнение никому не навязываю можете принимать все что хотите я никогда не говорю против чего-то я просто аккуратно показываю вам то что реально хорошо работает и безопасно для меня безопасность это важный момент с чем могут быть связаны пигментные пятна с функции печени с функции печени вот тут прямая связь конечно же есть более смуглые люди да у них пигментные пятна появляются быстрее что же касается тех несчастных жильбериков которым я кстати отношусь тоже у них пигментные пятна вообще как бы не редкость да потому что там немножко нарушенным синтез и метаболизм в целом билирубина но в целом эта функция печени и конечно же жидкие специи как один из лучших оздоровителей печени ну плюс еще конечно она экстракт черного тмина здесь вам в помощь кстати можно наносить и на кожу тоже просто почувствуйте как бы какая кожа да у меня вот она не такая уж чувствительная поэтому я наношу иногда и на лицо особенно когда на выставках стоишь ну хочется как-то деревенского воздуха на щечке да а чем там предположим косметики никакой нет вот жидкие специи место выручают если вы увидели что я такая стою румяная и веселая то жидкие специи меня и снаружи и внутри трансферфактор можно принимать с вашей продукцией можно агала можно можно но конфет факторы все-таки это сывороточные белки убедитесь пожалуйста что сывороточными белками у вас все в порядке по тому же там тоже муна хелс потому что если вы пьете коротким курсом там 23 месяца трансферфактора потом делаете длительный перерыв более 6 месяцев это одно если вы пьете на постоянной основе у вас при этом аномальная реакция иммунной системы на сывороточные белки вы можете обрести немало проблем поэтому будьте аккуратны да их можно сочетать проверил свою гвоздику вот проверяйте гвоздик но это так это был такой небольшой лайфхак и так давайте если не это самое вопросики пишите и к следующему эфиру пожалуйста я правда не знаю на какую тему будет но это будет анонс в концепции здоровья вы уж пожалуйста и в телеграм-канал тоже концепция здоровья пишите свои вопросы чтобы я могла на них ответить сразу я так думаю что пришло на время микрокристаллического коллагена как вы думаете да стоит наверное его обсудить микрокристаллический коллаген мне например тоже использую часто прям скажем на каком-то там почетном месте он должен оказаться тем более что микрокристаллический коллаген у концепции здоровья совершенно необычный а вот чем он необычный мы с вами поговорим в следующий раз ну вот все гвоздику проверяют молодцы но поверьте мне что вот здесь гвоздика нужного качества поэтому если вдруг гвоздика ваша плавает неправильно то здесь то что нужно спасибо вам дорогие очень хорошо что связь все-таки восстановилась и мы с вами могли большую часть времени все-таки пообщаться спасибо всем